Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и разработчики порадовали рулеткой на реальную имбу 10 уровня. ВК-9001П, он же словно известный клинок. Почему считаю имбой? Потому что танк действительно прощает огромное количество ошибок. И вот те скептики, которые мне явно напишут и раньше писали под моими видео по поводу того, что это не имба, по поводу того, что его все пробивают, ну и короче говоря, что это прям-таки чуть ли не страдалец на своем 10 уровне. Ребят, вы наверное просто не поняли, что это за танк, как на нем играть, а еще, прямо смеюсь предположить, что вы просто никогда на нем и не играли. Положили в рулеточку его легендарный внешний вид. И по моему скромному мнению, несмотря на то, что здесь нет каких-то фейерверков, развивающихся огней, крыльев и подобной чепухни, танк без своего легендарного внешнего вида не является собой как ни крути. В отношении стоимости рулетки, я честно говоря был удивлен, почему разработчики сделали рулетку приемлемо дороже, нежели обычный набор ВК вместе с легендарным внешним видом и какими-то плюшками. 20 прокрутов обойдутся вам в 26500. Успеете забрать себе машину до 18 прокрутов включительно, и за все, что вы выкрутили из рулетки, заплатили 21500. Я лично считаю, что 21000 это вполне нормально и приемлемо, а 26500 это небольшая переплата за все, что вы получаете. Давайте будем говорить откровенно. Как правило, клинка продают в наборе за, грубо говоря, 20000 золотом, дают тот же самый легендарный внешний вид, дают те же самые иксы на данную тачку. В нашем случае это будут иксы на любые танки. Ну и также стоит отметить, что очень часто ложат какие-то бустеры, ну в лучшем случае 5 мистиков или каких-нибудь собери их все. Здесь же положили вам 2 контейнера бомбических, положили вам 3 контейнера мистических, 3 контейнера собери их все и 4 контейнера немецкой нации. По-моему, гораздо интереснее, нежели какие-то бустерочки на что-либо. Также есть обвесик, но я бы не сказал, что прям сильно большая ценность. И в целом за вот это вот все 26500 я лично считаю вполне себе приемлемой ценой, даже если придется идти ва-банк. На основном аккаунте у меня данные танки есть, поэтому кручу, как вы видите, у себя на твинковом аккаунте, там где действительно хотел бы получить данную машину и собираюсь слить все, что у меня есть. Вне зависимости от того, получу танк или не получу, в любом случае перейдем сейчас на основной аккаунт, там где клинок у меня уже несколько лет есть, но и обязательно выкатим его из ангара. Мне клинок безумно нравится, считаю его лучшей десяткой среди тяжелых танков, но это мое скромное субъективное, вы уж пишите свои комментарии, но только, пожалуйста, не пишите негативных комментариев о клинке, если у вас этого клинка в коллекции нет. 100 голды назад возвращается за прокрут в 50. Ну, по-моему, неплохо. Неплохой бодрый старт, хотя я не думаю, что это что-то существенно изменит. Выбить клинка с первых прокрутов я в целом даже не рассчитываю, но где-то там в глубине души мечтаю. Мне лично главные награды из рулеток никогда не достаются на первых прокрутах. Не знаю, ребят, как у вас получается доставать танки там со второго, с третьего прокрута. Кто-то пишет с пятого, а некоторые пишут вообще на первой крутке за 50 забрал себе танк в коллекцию. Завидовать? Да и только. Открываем, собери их все. Глядишь, может, если не клинка заберу, то какая-то другая тачка выпадет, которой буду безумно удивлен. Но, честно говоря, особых надежд, как говорится, не питаю. 330 голды прокрут. Потихоньку моя копилочка становится все мельче и мельче. Ну, а клинок не становится, к сожалению, ко мне никак ближе. С другой стороны, это твинковый аккаунт. И поскольку на основном аккаунте у меня данные танки есть, то расстроюсь только из-за того, что саму голду слил, но ничего особо не получил. Ну, а в отношении ВК продолжаю радоваться ему, его у себя на ангаре. Ну, и, соответственно, катаю его очень часто. Если вы бывали на моих прямых трансляциях, то видели, что на клинке я очень часто заезжаю, когда мне хочется расслабиться, получить удовольствие, либо выполнить какую-нибудь боевую задачку. Вот так вот, ребят. Покрутили, как говорится, и, скорее всего, хватит. У меня 389 голды, а следующий прокрут 590. Что у нас получается? Я прокрутил 5 раз. Понятное дело, главная награда не выпала. И, честно говоря, если бы у меня не было данной машины в ангаре, но при этом все на основном аккаунте присутствовало, необходимые 26,5 тысяч, я бы крутил данную рулетку до конца уж однозначно. Ну, а так, не вижу в этом никакого смысла. Переходим ко мне на основной аккаунт и выкатываем клинка в первый попавшийся бой. Мне многие писали по поводу того, что клинок неиграбельная тачка, которую все пробивают абсолютно с легкостью. Ну, в частности, это, да, действительно можно в некоторых серых зонах сделать, но исключительно голдовыми снарядами, и то, если игрок не совсем правильно поставил машину по отношению к своему сопернику. По орудию. Танку присуща немецкая точность. Да, время сведения 4,3 с учетом установленного оборудования, но к этому привыкаешь и играется вполне себе комфортно. Очень даже приятный разброс в 330, но будем и то, и другое заценивать непосредственно в катке. Однозначно, 100% реализуемый ДПМ в 2590 единиц, потому что брони здесь действительно много, и сейчас к этому вопросу мы с вами вернемся. В отношении времени перезарядки комфортно, играбельно, 10,5 секунд, при этом пробиваете 275 мм, и каждый раз закидываете по 460 единиц урона. Плюс к тому, стоит отметить, что на борт орудие склоняется вниз на минус 10, и именно так надо играть для того, чтобы вас не пробивали, а вы выцеливали. В отношении тех комментариев, которые мне писали по поводу того, что клинок кем-то там как-то налегке пробивается. Ну, давайте посмотрим на бронирование. Скажите мне, пожалуйста, куда его легко здесь бить? Да некуда. В прямой проекции эта тачка просто неприступная стена. Да, можно голдой проковырять как-то вот сюда, если будете закидывать больше 274 мм по пробитию снаряд. Ну и здесь маленькая планочка, там где 210 с учетом приведенки. Но когда вы становитесь вот так вот ромбом, когда вы прячете свой вот этот вот слабо, можно сказать, забронированный нижний бронелист за каким-то зданием, угол которого вот так вот проходит по вашему корпусу, поворачиваете орудие вот так к своему сопернику, бить вас просто некуда. Бешеная приведенка по бортам более 780 мм. Фиг проковыряешь, это точно. По башне. Нет вам ни маус, здесь спереди не пробьешь вот эти щеки. В отношении ком башни она очень маленькая и довольно-таки круто забронирована. Да и плюс к тому приведенная борта на башне дают вам гарантию того, что по бортам башни вас тоже проковырять особо никто не сможет. Короче говоря, броня здесь есть. И поверьте мне, те комментарии, которые оставляются в отношении того, что клинка очень просто победить в бою, если он стоит к вам мордой, это не более чем мнение тех ребят, которые либо неправильно на этой машине играют, либо не играли на ней в принципе никогда. Ну а возможно встречали кого-то в боях, кто играет на этой машине как на обычном тяжелом танке. Не рамбуя, не склоняя орудия на сторону. Ну и плюс к тому, забыл вам кое-что показать в отношении углов склонения. То, о чем в принципе я и говорил. Что когда вы поворачиваете так вот орудие, становитесь как-то вот так вот на какой-нибудь неровности, прячете свой нижний бронелист и опускаете вот так орудие вниз. Ну вот скажите мне пожалуйста, куда приблизительно вы будете его здесь пробивать? Его просто пробить в такой проекции, можно сказать, практически нереально. Ну что, вроде бы все рассказал. Давайте берем машину и поехали на ней покатаемся. Ну что ребят, погнали. Будем пытаться затестить тачку. Я лично считаю клинка довольно-таки удачным вариантом к приобретению по одной простой причине. Потому что он действительно очень круто и классно сбалансирован. Я понимаю, что многие могут сейчас писать под видео комментарии, что-то типа того, что ГСНБГ продался и специально рекламит рулетку для того, чтобы все мы ее крутили в угоду варгеймингу. Но нет ребят, дело в том, что сам клинок очень классный. Если вы не хотите крутить рулетку, не крутите. Я вообще считаю, что лучше приобретать себе танки непосредственно из магазина, а не крутить рулетки и открывать какие-то контейнеры. Вы всегда слышите от меня по поводу того, что я за синицу в руках, нежели за утку под кроватью. Просто машина действительно годная. И мой сейчас коммент в отношении не так рулетки, как самого танка. А танк действительно стоящий, действительно интересный. Тот, который может позволять получать массу удовлетворения от боев и при этом всем подойдет огромному количеству танкистов. Единственное, что он не подойдет однозначно тем ребятам, которые так и не поняли, как играть с задним расположением башни, в чем фишка игры на таких танках. Ну и, соответственно, у них, скорее всего, каких-то крутых результатов не будет. По времени сведения. Вполне себе приемлемо, к этому привыкаешь. Да, далеко не самый имбовый показатель, но все же сводится вполне себе нормально. В отношении точности. Немецкая точность, не буду говорить о том, что прям всегда белки в глаз. Иногда удивляешься, как игра так делает, что вроде бы ты сделал все правильно, а при этом ты не попал. Ну и сейчас, как видите, клинок становится ромбиком и не пробивает меня, потому что я точно так же стою, а я не пробиваю его. Говорит это о том, что броня в танке однозначно присутствует, и писать о том, что это прям совсем не забронированная хрень, ну, все-таки не горячитесь, ребят. Танк действительно в этом отношении очень крут. Что могу сказать от себя? Да, понятное дело, что не каждый бой у вас будет победным. Будут проигрыши однозначно, но в то же время, поверьте мне, вы никогда не будете пасти задних в своей команде по количеству нанесенного урона. И это действительно фишка машины. Ну, вот сейчас то, что я говорил. Порой удивляешься, как так получается, что вроде бы все нормально, все хорошо, должен был бы попасть, но игра решила немножко по-другому. Ну, а вот сейчас бью прям по центру своего прицела. Ладно, на все эти погрешности особо обращать внимание не будем. Эти погрешности всеми так известны. Возвращаемся к нашей машине. Когда меня на прямых трансляциях спрашивают по поводу того, какую десятку купить себе первой, я всегда говорю, если тебя интересуют тяжелые танки, однозначно бери клинка. Это лучший танк на десятом уровне. И я говорю это не потому, что в этот момент танк есть на продаже, или в контейнерах, или в рулетке. Или еще каким-то образом доступен игрокам. А говорю это потому, что действительно считаю, что это лучшее, что можно себе купить из коллекционных танков десятого уровня среди тяжелых танков. А возможно и среди всех машин. Ну, в тройку лидеров для меня, по крайней мере, он входит точно. Машина играбельная. Машина способна прощать ошибки. Машина доставляет массу удовлетворения. Не такой простой на то, чтобы его разгрызть. И даже если против вас остается несколько соперников, и вы один, то вы всегда сможете давать задачи до последнего. Главное, на нем никогда не сдаваться. Как видите, сейчас абсолютно легко и просто делаю три фрага. И мне почему-то кажется, что я уж точно вхожу в тройку лидеров своей команды по количеству нанесенного урона. В общем, танк действительно хорош и практически во всем. Не становитесь бортами, и тогда вы не будете считать его картонным. Сводитесь, и тогда вы точно будете попадать в своих соперников. Ну, и играйте ромбом. Тогда вы неприступная стена. Две с половиной тысячи нанесенного урона. При этом знак классности третьей степени. Ну, а в отношении количества урона, который я набросал в пределах своей команды, то меня очень круто, очень круто сейчас сделал объект 907. Но, благодаря этому, я нахожусь на втором месте. Ну, а если бы он сделал меньше, то тогда, я думаю, что с кем-то бы посоперничал. Ну, или, может быть, я бы сделал чуть больше. Короче говоря, танк действительно удачный. Не буду говорить вам по поводу того, что рулетку стоит крутить. Рулетка — это кот в мешке. Ты неизвестно, когда достанешь машину себе как главную награду. Ну, а контейнеры, как мне кажется, еще хуже. Если вам нужен клинок, но у вас не хватает голды на полный прокрут рулетки, хотелось бы напомнить, что периодически клинок выходит на продажу как в составе наборчика какого-нибудь, так и в голом состоянии. В голом состоянии данный танк можно, как правило, приобрести тысяч за 17,5. А на Черную Пятницу выставляли вообще, по-моему, за 16,600 или 16,800. В любом случае, танк стоит того, чтобы находиться в ваших ангарах. По какой цене и каким образом, это уже определяетесь самостоятельно. Мое дело показать танк таким, какой он есть на самом деле. Я его считаю и в бой. А как считаете вы, жду ваших комментариев внизу под видосом. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.